Приветствую вас и если одним словом ответить на ваш вопрос, то это будет личностный рост. То есть, чтобы добиться тех результатов, которые вы хотите, тех целей, которые вы перед собой ставите, нужно расти личностно. Естественно, на этом можно было бы и закончить, но думаю, что личностный рост необходимо пояснить. Поясняется он через обозначение двух ориентиров. Первый ориентир – это вы реальная, то есть та, которая есть. Ага, второй ориентир – это вы идеальная, та, в которой вы себя видите, в которой вы себе хотите видеть. И в этих двух моментах отсутствуют еще другие люди. То есть, других лиц, а третьих лиц в данном конструкте нет. Есть только вы и то, что вам важно, ценно, дорого и так далее. Необходимые атрибуты для личностного роста можно и нужно выделять, чтобы иметь определенные критерии того, а идете ли вы по пути этого развития или нет. Первый атрибут – это наличие личного пространства. То есть, создание такой области, которая была бы доступна только вам и в которую не было бы доступа никому больше. Этот атрибут включает в себя стремление к уединению. Обязательное пребывание в уединении так, чтобы было время у вас подумать, чего вы хотите сами для себя. Это первый атрибут. Второй атрибут – доверие собственным переживаниям, собственным чувствам. Как вы, наверное, понимаете, все люди, в принципе, они ощущают одно и то же. То есть, люди ощущают одинаково страх, любовь и так далее. Разница только происходит в интенсивности этих ощущений и в переживаниях, в чувствах, которые они вызывают. Так вот, если, например, вы какое-то ощущение воспринимаете более интенсивно, более ярко, чем, скажем, другие люди, то принципиально важно, чтобы вы доверяли этому переживанию и не считали его негазманным. То есть, чтобы вы принимали его и давали ему право на жизнь. Важно, чтобы вы отслеживали при восприятии, чтобы вы отслеживали их, свои переживания, чтобы вы наблюдали за ними и отдавали себе отсчет в том, что именно вам не нравится и почему. И здесь очень важный момент. Если вам что-то не нравится, это не значит, что обязательно другому человеку, может, это тоже не нравится. Именно разница в симпатиях, то есть что-то, что нравится одному, тому не нравится другому, что не нравится другое, прошу прощения, да? То вот это принятие за аксиому данного аспекта поможет вам лучше понимать. Если что-то не нравится вам, это не значит, что другие люди должны разделять вашу точку зрения, но вы не вправе мириться с этой точкой зрения. И для себя вам нужно делать так, чтобы этого разрастающего фастора у вас не было. То есть, вместе с доверием к своим ощущениям приходит принятие себя таким, какой ты есть, и при этом принять себя других людей такими, какие они есть. Не пытаться поменять других людей, пытаться защитить свои интересы, продвигать их, развивать их и защищать их. И здесь мы подходим к следующему атрибуту, очень важному атрибуту. Этот атрибут связан с постановкой целей лично ваших. Чего вы хотите? Что вам нужно? Какие у вас желания, стремления, идеалы? Мечты, может быть? Вот к этому и нужно стремиться. И ваша самооценка, она будет повышаться по стойку, поскольку вы будете добиваться тех целей, которые будете ставить себе. Но здесь важно не допускать ошибку. Ставить слишком сложную цель или слишком отдаленную цель не есть хорошо для вас. Потому что такая цель достаточно сложно выполнима. Ее необходимо разбить на задачи, а к задачам, которые вам будут предъявляться, необходимо продумывать средства, требования, условия. И вот если каждую задачу вы будете выполнять в соответствии с данным подходом, то очень быстро вы научитесь легко, безболезненно решать эти самые задачи. Отчая задачи вы будете приближаться к своим целям. А добиваясь цели, вы будете как раз таки повышать свою самооценку и любить себя. Но это еще не все. Дело в том, что если вы себя не любите, это не случилось вчера. Это было уже какое-то время. Какое-то время вы себя не любите. И нужно определить, с какого момента вы начали меньше себя любить, а больше любить, например, вашего мужчину. Потому что на это что-то повлияло. И меньше любить себя человек начинает, когда чувствует, что он, во-первых, любви не достоин. Во-вторых, через любовь к другому человек пытается восполнить какие-то свои личные желания. А это неправильно. Людей не нужно воспринимать в качестве средства. Напротив, они воспринимаются в качестве самоцели, но только при условии, если человек сам себя ощущает в самоцели. То есть вам нужно определить момент, с которого вы перестали себя любить. Обычно любовь к себе прививают родители. И если у вас этого не произошло, если вам родители не привили любовь к себе. То есть осознание себя достойным, прекрасным, там, каким-нибудь еще, безусловно, без каких-либо условий. А как данность, если вам родители этого не привили, значит вам нужно вернуться туда в ту пору и проработать эти травмирующие элементы. Почему родители не привили вам, например, это, что не помешало это сделать и это переживание выправить. Получить то, что вам нужно. То есть в контексте родительских отношений начать себя любить, хотя бы увидеть возможность для того, чтобы себя любить. И после этого вы сможете двигаться дальше. Если имели или имеют место быть какие-то комплексы, то есть определенные ситуации, в которых вы оказались, будучи под влиянием какого-либо сильного переживания, то эти комплексы также нужно разбивать. В первую очередь, как разбить комплекс? Это понятно. Что значит комплекс? Комплекс – это совокупность. Да, вот комплекс, там, говорят, в комплексе и комплексе и подход. То есть подход к совокупности. Но в совокупности чего? В совокупности вроде бы связанных между собой признаков. Вот и давайте подумаем, а чем эти признаки связаны? Какая у них связь? Действительно ли это та связь, которая есть на самом деле? Комплекс – это совокупность случайных признаков. И раз признаки случайны, то и связь тоже случайна. Вот только за счет аффективного состояния, то есть сильного переживания, вы эту связь не столько видите, сколько чувствуете. Игнорируя при этом реально существующую связь, которая имеется между одним ключевым признаком. Этот ключевой признак называется понятие. То есть, ну, понятие, да, вот например, допустим, какой привести пример? Вот, допустим, вода. Мы начинаем греть воду. Мы начинаем греть воду и говорим, вот у нас скоро получится суп. И если мы не имеем определенного понятия, мы говорим, что вот вода примет определенное состояние, когда ее можно будет уже надвать супом. В действительности существует одно слово, это слово «кипение», то есть когда вода кипит, мы понимаем, что в этот момент суп готов. Так вот, когда мы говорим такие вещи, как вот «вода должна достичь определенного состояния, чтобы стать супом», получается некая путаница, некая путаница вообще в словах, путаница в смыслах. Почему вода должна достичь определенного состояния? Почему она изначально, там, не является супом, да, и так далее. Какого именно состояния она должна достичь? Как это состояние описывается? Все оно из себя представляет, какие у этого состояния особенности. То есть только получив понятие того, что происходит, мы можем избавиться от комплекса. Мы говорим просто «кипение», вместо того, чтобы вот употреблять весь массив вот этих вот слов, не нужно. Это простейший пример. В действительности, если у вас есть комплексы, то они работают по тому же принципу. И с комплексом есть самый разный подход, на самом деле. Это вот только один подход, да, подход понятия. Есть подход, там, психоаналитический, что комплекс — это невысказанное переживание, невыразенное переживание. Никогда. То есть, какой подход выбрать при работе с комплексом — это уже, ну, будет решаться непосредственно. Но изначально вам это нужно понять для себя. И вот, пожалуй, вооружившись всеми вот этими средствами, которые я назвал, вы получаете возможность достичь своих целей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вопросы какие-то возникли, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.